У меня есть опыт работы в Нью-Йорке, в Домоуправлении разнорабочим. Ну, там и немножко дворник, и разнорабочий, и грузчик, в общем, абсолютно все. Это портер. Зарплаты в Нью-Йорке разные, есть от минималки, заканчивая, я, по-моему, видел 26 долларов в час максимально. Это было 3-4 года назад. Скромненько жить можно, спокойно. Как правило, жильцы помогают прям вообще. Люди в Америке добрые, и здесь люди с радостью вам помогают. Кто чем может, это страна такая, где люди готовы идти навстречу. С Россией сравнивать вообще не вижу смысла, потому что, ну, что в России? Где Россия и где Америка? Тут, правда, Беларусь обсуждают в комментариях. Там мне бот написал, что жили кто-то там в США, нейрохирурги, и они, потому что были очень бедные нейрохирурги в США, да, переехали в Беларусь, и теперь могут покупать себе красную рыбу. Короче, белорусские боты, придумайте что-нибудь более серьезное, а то люди ржут просто. Так вот, про разнорабочего. Просто спокойная, тихая жизнь. Но это очень хорошо может помочь новеньким, такая работа, потому что, как правило, люди выставляют очень много всего хорошего. Например, хорошая мебель, техника, электроника, микроволновки, холодильники. Но здесь, как правило, холодильники, они уже в квартире стоят. Квартира, как правило, сдается с холодильником. Много всего, начиная от посуды, заканчивая чем угодно. Даже какая-нибудь старинная мебель. Великолепная просто, сохранившаяся. Посуда, чашки, ложки, мельхиор, серебро иногда даже бывает. Все это люди выставляют. Если идете в день выброса мусора крупногабаритного по району, то видно, какая хорошая мебель там выставляется. Я сейчас говорю вообще абсолютно про все дома управления. Но это если по-русски. Менеджмент билдинга. Право сами билдинги. То есть дома жилые. И работа Портера, разумеется, заключается в том, чтобы это все тоже выносить. Если какая-то хорошая мебель. Но единственное, в Америке и везде в мире, если вы какую-то мебель с улицы тащите мягкую, то обработайте мало ли что. Потому что клопы везде в мире встречаются. У меня в Маментогорске один раз клопы завелись. Я так и не понял, как они ко мне попали. Вообще, конечно, для меня, как для бывшего россиянина, в Америке увидеть, какой здесь мусор, был шоком. Потому что я увидел, насколько шикарную, красивую, дорогую мебель, технику, электронику люди выставляют. На обочину, чтобы другие забрали. В том числе много хорошей посуды. Просто идете по городу, и люди в частном секторе выставили, например, какую-нибудь большую коробку. Там много всего клевого. Рамки для фотографий, посуда, новые спортивные бутылочки для питья. И надпись free, то есть бесплатная. Также люди выставляют на дорогу ящики с едой. Ну там всякие консервы, стеклянных банков, всякая упаковка. Тоже надпись free. Люди делятся, кто чем можно. Америка это страна, где люди помогают друг другу, где люди рады помогать. Ну и разумеется, чем богаче дом, тем более крутые вещи люди выставляют. И так вообще во всех билдингах, во всех жилых домах. День выброса мусора, то выставляется крупногабаритный мусор отдельно, все большое отдельно. И это такая большая копошилка, где люди, кому надо, подходят и копошатся. Знаете, попугайчикам, у меня это слово оттуда, делают копошилки, такие вот, там всякого им накидывают, и попугайчик туда залазит и копошится. Так вот, я, когда все это выносил, я сам копошился. Для меня это копошилка большая, потому что это много всего интересного. Старинная какая-то лошадка деревянная, которая так качается, которая лет 70. Я вот помню. Картины, море картины. Мне знакомый антиквар рассказывал, что один раз в Нью-Йорке кто-то выбросил картину, и портер забрал, видит красивая, старинная, и отнес на антикварный аукцион. И что-то за 300 тысяч долларов ее продали. Был такой случай в Нью-Йорке. То есть, работа очень интересная. Много абсолютно всего можно себе натащить. Главное, остановиться вовремя и не переть все подряд, потому что очень много всего шикарного, хорошего, красивого. Люди выставляют. Спортивные тренажеры могут выставлять. Работающие, практически новые. Видно, не занимались. Видно, что на них футболки складывали, одежду, и там надписи клеют. Это работает, все хорошо. Или, например, сканер, принтер, инфу, ну, ксерокс в России называют. Например, надпись. Он работает, просто замените картридж. Там, мониторы, электронику, еще там что-то, клавиатуры, мышки. Вот, просто вообще тоже. И если что-то хорошее, работающее, то это подписывают. Забирайте. И, представляете, как я сильно удивлялся, когда только вот в 19-м году переехал из России, устроился, и я видел, как живут скромные люди в Америке. и я понял, а как же мы там жили? Как же там люди сейчас живут-то в России? Если для некоторых, вот для меня это шоком было, насколько здесь люди спокойнее, добрее, доброжелательнее, насколько здесь люди более душевные, чем в России, и готовы помогать. и что здесь мусором считается то, что в России продают, что в России такого не выбросят, не выставят никогда. Новый тренажер, представляете, который в спортзалах, там, бабочка, еще там что-то на нем одновременно было, тяга блоков, сверху, да, я их название до сих пор не знаю. Вот этот многофункциональный тренажер, вот такое выставляют, велотренажеры тоже разные, беговые дорожки, работающие, просто так, забираете. И ты, который приехал из России, смотришь и думаешь, да. Некоторые люди здесь ходят, плачут первое время, потому что понимают, как они жили, и как живут другие страны. Ладно, человек начал за здравие, закончил за... Я умею. Всем хорошего дня. С вами был Васек из Нью-Йорка. Субтитры сделал DimaTorzok